Сегодня в нашей студии председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель. Здравствуйте, Владимир Вячеславович. Добрый день. Как было отмечено на планерном совещании в ЗАГСобрании, сегодня у нас в крае износ теплосетей составляет более 60%, и эта цифра из года в год остается высокой. Безусловно, ситуацию необходимо менять. Какие прогнозы сегодня в этом плане есть? Было распоряжение губернатора о том, что все наши сети должны подлежать замене 5% существующих. Ежегодно 5% сетей должны меняться? 5% ежегодно должны меняться. Основная задача 400 котельных в первую очередь переоборудовать под пророжный газ. До 20 котельных переоборудуем за счет инвестора, и где-то примерно 18-15 за счет средств краевого бюджета. Да, но вот программа дорогостоящая, и вот как вы отметили, что и средства частных инвесторов подключаются. А есть уже сегодня примеры такого сотрудничества? Да, сегодня примеры у нас такие есть и в Павловском районе, и в Кореновском районе. Все увидели, что есть возможность заработать. Потому что при замене котельных существующего характера на более эффективные, то КПД уже 95%, это примерно процентов на 40-50 улучшаются все финансовые показатели. То есть еще за счет вложения инвесторов мы в этом вопросе продвинемся. Конечно, конечно. Мы заинтересованы побольше инвесторов привлечь, потому что в нашем бюджете на сегодняшний день мы закладываем где-то 300-350 миллионов рублей. Вот нам нужно где-то поднять эту планку, чтобы мы в год могли где-то от 80 до 100 котельных переоборудовать. Тогда мы в течение 7 лет можем выйти на те показатели, которые будут говорить о той надежности и стабильности. Если говорить об электросетевом комплексе, и в летний период, в курортный сезон, зимой у нас учащаются случаи отключения электричества, низкое напряжение в сети по-прежнему, вот электростанций новых не строится. Есть ли сегодня реалистичные предложения по снижению рисков в период подготовки к новому отопительному сезону? Ну, как вы знаете, что наша территория сегодня динамично развивается, и очень высокие темпы по строительству квартирных домов, сельское хозяйство развивается, строятся заводы по переработке. Нагрузка растет? Растет нагрузка, и каждый год мы практически проращиваем до 300 мегаватт. Это колоссально. Если эти все средства закладывать в тариф, естественно, мы должны цены поднимать примерно в два раза, то никто нам не даст. А у нас есть предельно допустимые тарифы, где-то каждый год нам правительство дает возможность поднимать их на 4%. На сегодняшний день, как и в теплоэнергетике, так и в энергетике, надо не одна сотня миллиардов денег. А для того, чтобы появились свои электростанции, значит, мы тоже готовы рассматривать конституционные соглашения. И были такие предложения, что вместо котельных, больших, ставить электростанции с двойным эффектом получения денежных средств. Это первое, за выработку электроны, а второе, вторичный продукт, это тепло, и также его транспортировать для нашего населения. Не так быстро, как нам хотелось, но процесс, скажем так, в стадии разрешения.